Леночка уже тут рыбку порезала. Да и сейчас еще одну порежу. Вот еще одну сейчас, говорит, порежу. Ой, красота. Только Виталику нет. Виталику нет рыбки, Лена говорит вообще. А Виталик принес квасу. Это в морозилку, она была замороженная. Сейчас закину. Ну что же, давайте начнем. Хлебушка, тебе надо? Не знаю, пока нет. Не будем забивать себя хлебом, если у нас есть рыба. Рыба. Да нормально. Горшок, помнишь, это достал с самого низа в операции? Да. С самого низа, самый нижний горшок. Так у меня самый нижний кусок. Это лещака. Так, расскажи мне, это лещ, который ловили в этом? Во что да? А это, по-моему, вот это Виталика, которые. Я сразу почувствовала по вкусу. Которые ты вот эти вот ловил. Такие они, а которые, Андрюха, здоровые. Нет, они в морозилке. Не столица. А они, видишь как, мы прямоугольное ведро там дома оставили. А круглое, только заламывать их, а заламывать не хочется. А сейчас же солили в холодильнике. Я уже боюсь ставить на балкон солить. И солится в холодильнике. Уже тепло, да? Ну, ты понимаешь, ночью прохладно, а с утра солнце вот тут жарит и тепло. Я вам даже закрыла специально, чтобы не нагревалось. Он сейчас умру, как вкусно. И она ешь со мной за компанию, что за фигня. Я буду удой, не переживай. Ну, я переживаю. Не, не переживай. Все нормально. Достичь фантастичь. Сквозком. Да, Виталий, плохо, что тебе. Как сиротинушка сидит. Я воглой душу отвел. Да? Прям отвел? Да. Ну, мало же. Отбил охотку на время, на некоторое. А я вот сейчас думаю, сделали вот этот красивый балкон. А где же вы теперь рыбу досушивать будете? Этот вопрос меня волнует. У вас. Да не вопрос. У Леночки такой красивый балкон. Загляденье. Рыба красиво висит, да? А там еще, знаешь, мелкость сколько? Ну, походу, все, что Андрюха там ловил, все. Приехал сюда, да? Всю солил. Класс. Он еще часть даже прям совсем-совсем мелочь выбрал. На работу взял. На работе там повесил. Ну, прям были некоторые вот такие. Ну, это же которые... Там же еще кошки вот это вот оставляли. Ага. Отец ловил маленьких. Специально кошки. А кошка же ушла. Ну и все. Куда ее девать? Забрали все. А на оке еще вкуснее вещи. Вообще на оке вкусная рыба всякая. Вот это вы карасей там натягали. Охо-хо. Где-где? В Рязани. Да. Ну, не прям много. Классные караси. Ага, вкусно. А я самых мелких повыбирала, пожарили. Просто фантастика. А тут же еще где-то лежит вот эта вот, которую ты мелюзгу вот эту чистила. Угу. Заберешь? Забери. Чего там пакетик маленький? У меня некуда класть. А еще ты даже красную привезла. А ее не надо класть. Ее надо привезти домой, разморозить и пожарить. Зачем ее куда-то класть? О, форма появилась. Какая? Так она же давно. Да? Она же была, эта форма. У мамы. Я ее там оставила, забыла. Где хлеба? Все, понял. Она там забрала. Оля же давала мне ее вот на время, потому что я сказала, что я ее заберу оттуда. А где ребра, это вообще... Да, вот если бы еще не было столько костей, да? Ну, это лещ куда-то, понимается. Ну, вот если бы я говорю, как в красной было в ней костей, да? Это ей бы вообще цены не было. Хотя вот в красной, да, тоже же в спинке кости есть. Ну, там такие, что они большие. Рыбные только. Так, большие, это потому что рыба сама большая. Ну, они как будто гибкие. Эти острые. А где-то как гибкие. Да. Две следы. Вот так. Есть контакт. Вот это что? Давай мы так больше не будем делать. В другую сторону. Нету эту. И на всякий случай так для подстраховки. Не дай бог, да. Это потому что она дощихла. Да. Чехол должен прийти завтра. И завтра. Вот и завтра. А мне, кстати, надо сходить это. Дочь сказала, что пришел чехол, который, знаешь, на это, на шею носить можно. Угу. Для леса. Угу. Чтобы каждый раз его не убирать, не прятать. Ну, такой с двумя карабинчиками. Ну, а как, да? Я хочу на поясную сумку кожаную. Надо морал написать в магазин. Я у них видела, что в прошлом году хотела. Мне так было написать, спросить. Сошлют ли они? Если сошлют, не делают. Надо брать. Тоже. Во-первых, это для леса. Во-первых. А во-вторых, сколько мы шаримся. Летом у нас запланировано поездок всяких. Угу. Сколько мы будем то по Питеру, то где, чтобы сумку на плече не носить. Телефон только положить, например, да? И деньги, и все, чтобы больше с собой ничего не таскать. Эта сумка вечно с собой телепается. А рюкзак я всегда боюсь, потому что рюкзак, он как бы сзади. Я все время оглядываю, все время согласна с тобой, переживаю. Вот. А поясная, которая будет впереди висеть, все. И тебе надо, Виталь, такую мужскую, чтобы тебе тоже можно было что-то посложить, да? Ну да, раньше можно было кошелек в телефоне, да, держать. А сейчас лопа закончилась. Ну, ты имеешь в виду карточка, что деньги расплачиваются. А я тебе больше скажу, здесь Сбербанк не скачивается. Я знаю. Я офигела. Они же там все закрыли. Мы же тогда с тобой, помнишь, хотели? Ты же мне хотела VPN поставить, он не дает. Он только благодаря тому, что у меня на старом телефоне вместе с этим все перенеслось. Все приложения. И здесь у меня приложение есть, но оно не поддерживается. Не поддерживается. Скоро пожрать захотят. Все, они приползут. Какая вкусная. Не может быть. Как это? Как это? Пишет. А что же ты к Катюше ходишь, обедаешь и... Кленочки теперь. Да ёкся, ёкся. Я не ношу. Чтоб наверняка. Ну ладно, хвостик посадишь. Что ж ты, Катюшка? А, говорит, Кристиночка-то ездила уже все, в Рязань-то она уже все, не может ездить. Зубы-то отремонтировала, теперь Катюша повадилась. А я думала съела все у Кристины. У Кристины боюсь. Невозможно все съесть. Я очень старалась. Но там такие запасы. Народу солдат. Каждый день. Ну невозможно съесть ее. С собой брала даже. С сумками. Не унесешь. Прикинь, Катюха, мне сегодня с утра говорит, наладик тебе привезти. Я говорю, ты не следишь этих людей. Ты не следишь этих людей. Я посмотрела на кумбе. Тюльпанчики тоже цветут. Вот это наши дамочки. А ты видела, какие у нее разные прямые? Нет. Мы сейчас пойдем, когда выйдем, будем смотреть. Вот которые, если ты стоишь к подъезду лицом с левой стороны. Ага, не видела. Я же позвонила. И желтые, и оранжевые, и розовые. Там столько разных. Интересно, у нее есть такие, как у меня, фиолетовые. Которые вот эти мелкие, да? Да. По-моему, есть. По-моему, есть. Пошел на разведку. У нее двумя рядами. Один ряд здесь, а другой ряд там. Вот. Который к дому ближе ряд, по-моему, там есть. Мне кажется, надо было чуть дольше вымачивать. Шаренковато. Шаренковато, она вкусная. Вот, надо было одну большую порезать и одну маленькую. Потому что маленькая. Давай попробуем маленькую порезать. Давай? Давай. Виталь, на какую-нибудь поменьше, может, она менее соленая будет. Совсем поменьше. Ну давай вот, давай, давай ее. Если что, мы другую можем порезать. Ну, это, наверное, вряд ли будет. На ней видно. О, это, это, мне кажется, уже даже ближе к твоей. Нет. Ну, как нет? Уже смотри, вон тут вот спина уже аж прям. Нет, у меня есть дома. Вы давали еще, которые мелкие, первые. Так они там уже, наверное, ржавые. Деревянные. Они вот тут первый ряд, он раньше солился партиями. Ты сушишь чего-нибудь на своей суши, блин? Сейчас не, не сушу. А что, тебе что-то надо посушить? А я думала бы. Что ты хотела? Может быть. А я бы тебя всяких фруктов накупила, а ты бы мне насушила. Тебе надо? Прикольные там всякие, киумы-то так, ну, фруктовые. А ну, у вас вкусно. Офигенно. Я заезжаю на эту. Ну, вот смотри, я тебе расскажу. Для того, чтобы они были вкусные, вот те, про которые ты говоришь. Там хитрость одна есть. Они их вымачивают сначала в сахарных силах. А мы не будем, мы за натуральный продукт. Они не такие будут, если ты готова, что они готовы к тому, что они будут не такие. Но ты же мне сушила. Ну, они другие будут. Я просто тебе говорю, что вот если сравнивать с тем, что ты имеешь в виду, то они будут другие. Вот. Ну-ка попробуй вот эту. Посмотрю, он такой нет, все. Тебе надо было из дома брать. Это точно. Сухостой. Сухостой. Реально, там черкнешь спички рядом. Как порох. Ну, а тебе можно не солить. Сразу свеки разделывают. Леги. Да. И есть. Ты краски соленые не любишь. Любишь, чтобы оно преснее пресного было. Ну да, вот это вот, оно уже соленое. Тут лишняя соль в этой. Не знаю, как маленькая. Ну, вот тут маленькая и не соленая. Возьми за ней. У тебя еще не дошел ход до нее. Да? Угу. Похоже, не дойдет. Почему? Да дойдет, дойдет. Мы еще одну снимем. Хвостит только костей? Угу. Поэтому хвост надо есть с хлебом, с корочкой. Да. Ну, я не хочу. на вот и заря хлеба. Фух. Не хочу я больше. Что за новости? Не хочу. Приятного аппетита, друзья. Это что у меня тут понамазалось? Не контролируешь процесс. Я все в чем непонятно сижу. в помаде в чем? Нажми на кнопочку. Кушать с удовольствием. Нажми на кнопку, получше результат. Угу.